Саша вот играет, в такой вот отель, там вот море, там стоит охранник, детей очень много, особенно местных, потому что сейчас начинается Рамадан, вот, и прям, ой, сейчас, секунду, что-то тут смотрю, ага, слышно хорошо, так, сейчас начинается Рамадан, поэтому все едут в отели, и вот, такие дела, мы гуляем. Ветрено, реально очень сильно ветрено, просто невозможно гулять, ну, как, можно, конечно, но все в том, что есть такая проблема, на улице в целом тепло, жарко, но, когда мы выходим, когда мы гуляем в таком месте, где вот закрыто все там вот этими, да, зданиями в отеле, тогда классно, а когда мы выходим в такое место, где сквозняк очень холодный, постоянно приходится с собой носить кофту, постоянно ее снимать, одевать, снимать, одевать, ну, в общем, я вот просто себе одела водолазку, в ней хожу, пофиг, а вот Саше приходится снимать, одевать постоянно, такие дела. Вот, мы 6 апреля с Сашей улетаем домой, в Россию, мы очень туда хотим, хоть здесь, конечно, по погоде и теплее, но мне очень, конечно, нравится этот ветер, ну, как мы, я точно хочу, насчет Саши не знаю, не в курсе, вот, там, конечно, мне будет полегче, давай, скатываться будет с горки, давай, садись. Саша думает. И мне там будет немножко, так, 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 камера чуть-чуть не туда. Мне там будет немножко полегче, поэтому я вернусь вот в этот весь свой ритм съемки рецептов с Сашулькой. Ну, сейчас, когда вот все, не знаю, на меня давит, вот, мы вернемся к съемке рецептов, к более такому постоянному контенту разнообразному. Я хочу по прилету сейчас продолжить сдавать на права, потому что у меня цель в этом году, наконец-то, сдать на права. Я хочу машину, чтобы ездить. Нет пешей доступности, ничего абсолютно. Вот, поэтому такие дела. Так, сейчас посмотрю. Секунду. Вот, поэтому, конечно, очень хочется возвращения домой. Меня, конечно, многие вообще не понимают, почему мне хочется вернуться домой, но очень хочется. Там мама. Там... Одну секунду. Аккуратно. Аккуратно. Давай руку. Все, отходи сюда, давай, отходи. Это движуха, все очень аккуратно. Здесь мальчики залезли, сидят с ногами, и как бы очень страшно, что Сашка будет проходить, и его могут задеть, ударить. Поэтому я немного отвлекаюсь, немного мне не очень, конечно, удобно, но ладно. Садись, будем кататься? Давай. Давай, давай, все подписчики просят, что ты прокатился на горке. Давай, Саша. Давай, давай. Жюх, Саша. Ну и все, в целом мы можем уже идти. Вот. Так, вот такой красивый здесь соседний отель, здесь фонтанчики. Как-то здесь меньше, не знаю, меньше здесь людей, ну, да, местных, чем у нас в отеле. У нас в отеле вообще жуть просто, не протолкнуться. Здесь поменьше людей, и это прям классно. Можно спокойно погулять. Но в целом мы больше не можем здесь гулять. Дядя охранник нам разрешил на 10 минут, поэтому мы уже уходим. Саша, пойдем там автобус смотреть, пойдем. Где машинки, автобус, мы сейчас уходим. В море мы ни разу не купались. Мы как приехали вообще, не купались ни разу в море. Здесь за это время, мы здесь уже больше месяца. Вот, и поэтому очень, конечно, хотелось бы, не знаю, надеюсь, до 6 апреля хоть немножко потеплеет. Ветер прекратится, потому что невозможно выходить с воды, очень ветрено, можно заболеть. Мы с Сашей, в принципе, уже переболели, так сказать, пару дней там просто от того, что ветер был очень сильный. У нас там куча песка задувала на балкон. Просто даже через окна в спальню задувало на балкон много песка. Просто ужас. Поэтому мы очень хотим, чтобы хотя бы мы пару раз успели искупаться перед отъездом. Потому что фишка Египта, конечно, это в основном в море. Здесь же Красное море. Здесь вы... Thank you so much. Здесь же вы гуляете в этом... Ой, господи, гуляйте. Плаваете в море с очками. Ну, кто просто не знает, есть... Я знаю, что... Кто-то знает, кто-то нет. Но я на всякий случай объясню. Ныряйте именно в очках. В этот мир. То есть плаваете вокруг коралла, рыбки. У меня даже есть видео, когда мы первый раз полетели в Египет. Когда мы первый раз полетели в Египет с Андреем, еще Сашки не было. Мы купили чехол подводный. И снимали видео под водой. Вот. Очень классно. Рыбок снимали. Прям прикольно. Это, конечно, помню. В розовом купальнике в таком смешном было. У Дисней, который здесь нашли. Тут вообще по одежде не мочили. Я забыла тогда его. Вот так. Вот спрашивают, как с ценами на детское питание. Да, знаете, в целом здесь, в Египте, вообще ужас по ценам. Был тогда, когда очень сильно взлетело, когда доллар поднялся. И поднялся египетский фунт по отношению к рублю. Было очень сильно дорого. Грубо говоря, я ходила в магазин. И я хотела купить кокосовое молоко. Это натуральное, которое у нас кокосовое молоко. Не помню, какой фирмы. Такое зелененькое в России. 250 миллилитров. Стоит около 300 рублей. Здесь это молоко стоило 1300. Так как сейчас опустился фунт, оно, получается, стоит немножко дешевле. Это просто ужас. 250 рублей 1300. Вот. Андрей сейчас поехал на рынок покупать овощи и фрукты. Здесь очень хорошие натуральные овощи, фрукты. Клубника у них здесь местная, натуральная. Растет на реке Нил. Вот они очень много собирают. Здесь там вообще разные фрукты, там овощи растут. Это как Андрей сказал. Я не знаю. Мы взяли с собой нитратомер. Все мерили. Все хорошо. Здесь все нормально. Там даже некоторые вообще есть. Ну, очень многие. Эти содержание нитратов просто ноль. Сдержание. Вот. Поэтому классно, конечно, на рыночек поехать. Там есть рынок отдельно со свежей рыбой, морепродуктами. То есть вы приезжаете, набираете морепродуктов, свежей рыбы. Вот. То, которое выловили в море, да. То есть вы понимаете, что он буквально утром плавал. Это прям классно. Так, сынок, отходи давай. На дороге не ходят. Видите, машинки ездят. Давай мы с тобой отойдем на тротуар. Видишь, машина едет. Вот. Здесь есть на рынок. Приходишь, прям смотришь. Вот в клетках сидят курицы домашние. Они тебе берут эту курицу. Прям рубят ее. Чистят ее. Там выщипывают перья. Все такое. И все. И прям вот свежая курятинка домашняя. Мы тоже ее проверяли на нитраты. Вообще все хорошо. Реально домашняя, выкормленная нормальная курица. Их там не очень много, да. Ну, в целом, отлично. Вот. Есть там говядину прям такую. Ну, короче, вообще классно. По еде здесь хорошо. Не знаю, что нету гречка. Тут очень тоже дорогая. Так как это редкость, деликатес, деликатес. Гречка. Мы гречку очень любим. Мы в целом любим разные группы. Вот Андрею. Ну, мы когда ехали в Россию. Ой, с Россией наоборот. Летели с Сашей. Мы с собой набрали разные группы. Пошли. Ну, там яшневое всякое такое. Потому что в нашем рационе это обязательно. Вот. Такие дела. Да, сынок? У меня, кстати, когда я говорила, выкладывала сториз. Это были такие, типа, рекламные сториз. Но в целом они, типа, что такое за их? Почему ты на ручке хочешь? Ты же хочешь брать. Здесь автобуса нет, да? Пойдем обратно с тобой. Пойдем там посмотрим автобус. Может быть, он там, Саш? Я что говорила? А, ну, то есть я, как бы, нет у меня такого, что я что-то рекламирую и говорю что-то, ну, то, что неправда. Вот. Я говорила о том, что хочется роста, да, и хочется, чего-то новенького такого, чем-то прям заняться таким интересным и в целом. У меня действительно есть классная идея. Мы уже там говорили с девчонками. Вот. Но я просто пока об этом не хочу говорить. Пока это вот, знаете, как меньше слов, больше делаем. Подходи. Сейчас приеду в Россию и начну прям действовать. Вот. Там уже буду, когда начну все делать, буду показывать и рассказывать. Сейчас, пока молчу. Блин, все машины разобрались. Сашка, даже негде посидеть теперь, видишь? Все катаются на тачках. Сначала Ромодана. Только одни мотоциклы остались, да? Понятная камера. Пойдем, гидайте. Да, автобус, пойдем. Ой, блин, ветер пипец. Ладно, у нас время уже 20 минут 11-го. Ой, 12-го. Да, пойдем в автобусы сходить. Пойдем. Сашке уже спать. Скоро завтра. Мы пошли домой, кушать и собираться спать. Ветер пипец. Сашку придется рести на руках, потому что Андрей забыл на коляску. Ну, короче, как обычно. Что, зайка, пойдем? Так что всех обнимаю, целую. Увидимся в сториз.